добрый день начинаю снимать видео про ножны то есть нож еще не доделан но уже начал делать ножны вот что я хочу сказать немножко получается не так как я хотел верни как оно получается что то вот будет вот так вот он сюда входить входит и выходит но в чем здесь проблема проблема в том что здесь остается очень мало места вот он мне кажется будет ненадежно склеен а тут считаете сами смотрите вот скажем вот в этом ситуации вот в ситуации я его вытаскиваю вот в этом положении вот и чуть-чуть вот так вот нагнуть его и весь рычаг здорово я его расщеплю такой боюсь вам не будет держаться видим придется чем-то обмотать его снаружи обматывать наружу мне не хотелось у меня была такая мысль сделать чтобы у меня торчала вот такая вот палочка скажем допустим в боковом кармане рюкзака здесь еще потай подровнять подточить вот такие винтики замаскировать вот такая вот воткнута палка сбоку здесь стяжечка как раз может даже на этом месте получится притянуто и еду я с рюкзачком малый турист чую зачем у туриста палка ну черт его знает туристы они люди непонятны какие-то палки железяки то немного может какая там колышек для палатки может какая для палка там для кастрал поставить там что-то ну черт их поймешь этих туристов а за так надо хоба и пошел что такое кому еще надо какие вопросы либо там какая-то ветка там попалась нехорошая на пути надо ее срезать то видимо придется делать какой-то такой ну менять концепцию соответственно здесь каким-то там не может что-то как-то обрабатывать дерево здесь какие-то обмотать веревочкой на клею одну торжаться ты должен ну и как я здесь хотел сделать и была у меня мысли типа фиксатор здесь выемочку здесь пружинка ну здесь получается нет не ставить непонятно как вот чтобы они не сваливались и нужно какое-то внутренние создавать чем видимо может просто как кожица при клее из боков может еще что-то я подумаю ну вот начал то обвел буду выбирать стамесочкой там еще чем-то не надо игровером чем-нибудь выбором потихонечку или сыр не знаю показывать не буду ну и как показывали коробочки не лежат дешевые продаются во многих магазинах они конечно слабоваты мягковатые как-то вот чего вы хотите от дешевых листов вот ими немножко не всегда удобно ну ладно это не тороплюсь вечерами бывает смотрю телевизор что-то делаю и потихонечку я сделаю ну вот начало сейчас нажму паузу потом параде так вот что у нас получилось вот у нас получились такие вот нужно пока получается что не доделанный вариант но вырезал я дырку не совсем как бы ровно но в принципе пойдет вот он вставляется входит и выходит не получилось добиться идеального совпадения здесь немножко как-то вот это я еще там под точу будем подравнивать что еще можно сказать опять же ходе точил все плохо входить сейчас очень легко входит об учет туда сделать либо меня есть мысль какую-то резиночку там приклеить либо кожи создавать трение ну вот так вот это выглядит изнутри вот или сами я показываю это видео вырезал под точил шкурочки под шкурил над величками равнял что и какие еще есть мысль можно сделать ножик выживальщика выбрать больше здесь сюда допустим выложить несколько спичек несколько чуть еще можно сюда положить каких-нибудь там не леску с крючочком мы там с несколькими крючочками на узелами ну такие нужны на усмотрение ничего делать не буду мне не охота вот ну поклоняем сделать снизу еще здесь дырочку чтобы если вот так вот мы его сюда попала вода она вытекала вот немножко выгнулась нот этом три склейки на все выравниться будет довольно ровно потом чуть-чуть пошлифовать вообще чего я сейчас уже пришел каком выводу надо было делать все таки не из ветки потому что довольно вот сложно все это соблюсти чтобы не уйти в сторону либо это надо делать на каких-то станках тогда но здесь опять же там не распилена отрез ну так сказать осколок поэтому не ровный по волокнам с учетчик вот огибает все вот это вот наверное проще было взять две деревяшки выбрать потом склеить обточить на токарном станке тогда наверное получилось ровно идеально входило выходило все ну в принципе как сказать чего хотелось пока не получилось ну ну в принципе пользоваться можно возможно вот так вот опять же вот тут довольно это как почти попадает есть и если вот сюда сделать какую-то прокладочку допустим резиночку кусочек наклеить то вот он будет в принципе нормально вот либо сюда обмотать это если толщина вот получилось маленькая довольно будет ли она держать на раскол как большой поэтому возможно придется извиняюсь звуки это придется обматывать веревочками ну то есть тут можно вмотать веревочками вот если делать чуть такое крутое можно металлом как раз здесь оба дочке он будет скрывать но это уже будет другая концепция чем мы и я планировал изначально планировать и наша была похожа просто на палку что вот воткнута я уже говорил где-то там в рюкзаке и торчит палка не привлекая особо внимание то есть такое но нож затоичи или затоичи как правильно я не знаю вот но получается какая то такая ну если что получается то получается вот главное чтобы можно было вот он рубить пилить не пилить а резать вот такие ножны ну теперь чем не осталось вот начинаю подумать все таки решить что я буду делать чтобы он не болтался то есть скорее всего все таки выберу допустим здесь вот квадратик скажем вот тут какой то и ну и что-нибудь сюда вклеить ну есть проблема что он так будет цепляться вот либо пружинку я привез нашел у себя запаса вот такая она как раз плоская ну тоже ну пружинка она будет цирать часто пользоваться так он ну понятно вот вот нажимаю паузу буду продолжать когда продолжаю снимать ножны вот я их заклеил вот так я не придумал как сделать чтобы нож в них входил ну туго какой-то упор пока думаю ну так вот снимаем струбцинки несколько дней но сохла какая-то странная эпоксидка не сохнет вот неплохо сохнет оказалось она должна сохнуть быстрее вот че еще нам надо вот мы их склеили в принципе держится но не знаю насколько качественно некачественно вот честно попробуем вот что у нас получилось у нас получилось вот так то есть не получилось сделать здесь чтобы она как-то такую новую ровно вот что еще не получилось вот это и вот он болтается зато легко вытаскивать сейчас я его теперь хочу что сделать чуть-чуть подшкурить вот это вот сравнять вот с боков вот это вот выемка какая-то чуть-чуть чтобы она менее глубокой было но ты тут следы надо счищать зашкурить какие-то вот от эпоксидки вот здесь вот неровность еще подравнять может быть еще в эпоксидочкой подвели их ну конец как-то за ровнять потому что сейчас он сами видите вот он какой вот здесь я сделал дырочку на всякий случай чтобы потому что дерево толстое глубокой туда можешь налить и допустим вода если где-то он будет вот в рюкзаке так вот вставлен по ходе чтобы она там не застаивалась вытекала вот так таки такая на данный момент ситуация заканчиваю про ножны как я уже сказал видео про рукоятку ножны тоже ну не совпадает с этим вот здесь заточена немножко криво вот здесь такие получились как бы под прыжок немножко вот что опять же вот получилось что вот это от одного червяка вот здесь вот в другом потом я это даже не заметил пока это я пока делал он уже прогрыз то видите здесь поменьше вход такой узенький постепенно все шире и шире потом здесь я его поймал уже такого жирненького червяка придавил гада сунул ножны в этот микроволновку чтобы уничтожить всех всякие личинки вот что у нас произошло ну вот собственно вот они склеены эпоксидкой не за можно вот это вот тоже залить эпоксидкой выравнить как-то хотелось бы их украсить и но честно говоря пока что-то я особо не придумал ну и ничего такого не получилось произведение искусства чтобы сейчас я еще сидел и украшал все это вот нужно получились пока вот они довольно туго заходят и держишь чего будут со временем я не знаю возможно какие-то надо будет потом расшатается сделать что еще в ножнах не хватает ну наверно так и оставлю антураж на такой вот самодельный такой вот это ну посмотрю опять же ну не факт что я через 100 месяцев не захочу разобрать все это дерево сделать по-другому вот ну пока вот так вот будет ножном надо я хочу сделать вот сюда винтить можно два шурупа может просверлить дырочки винтить вот эти вот такие как бы заглушки в которой винчиваются винтики вот сюда сделать и такой вот ремешочек кожаный чтобы можно было вешать на пояс на пояс там или на какой-то там карабин на рюкзаке оболталась потому что ну вот в руке носить до в рюкзаке вот в карманы то есть тянута да а вот еще в каких-то условиях скажем куда-то ты отошел от лагеря пошел за дровами тащить получается надо будет ну за ветками вот нести в руке это неудобно ну и вот не сказал видео про рукоятку что здесь бы неплохо было конечно сделать отверстие для темляка ну чтобы скажем что то мы делаем там рубим какие-то ветки кукурузу капусту чтобы его распад повис на руке он не улетел вот может быть его надо вот есть мысли все-таки ну не знаю буду я доделать не буду это уже скажем так вот вот это все-таки сделать поярче то есть заделать и либо покрасить какие-то в разные цвета либо залакировать вот опять чтобы с одной стороны эти не ели чтобы нет размокал сделать вот ли и поярче если кинул где-то в дровах и упала лет чтобы ну видно было где он тебе нужен ну можно опять же сделать там зеленый наоборот камуфляжный чтобы не уделялся ну это вот это хорошо бы но это навряд ли делать вот насчет но вот ремешка я подумаю скорее всего что-то буду делать это надо было сделать конечно в начале то есть пока еще не склеены подложите смотрели болтик здесь вот гаечка его затянуть чтобы он торчал тут вторую гаечку тогда бы оно было надежно потому что шурупы они разбалтываются вот если насквозь тут будет может царапать об этот короче говоря вот такая вот история у нас с ножнами ну хоть функцию они свои выполняют защищают лезвие вот а ну еще вот здесь я дырочку хочу просверлить чтобы если чего вода оттуда вытекала если там но мокрый засунули еще что то ну и может быть для каких-то там таких не знаю экстремальных целей там трубочкой для питья воды это у нас получается еще что то вот есть не очень что надо сделать можно опять же вот здесь какой-то сделать тоже винтик болт скажем еще что то то есть какой тут такую может не решил то есть вот такой вот ремешок просто сделать либо вот скажем на 2 шурупа вот так уж он на ремень но на ремень вот на шурупы как-то неохота не болтать лучше чтобы он болтался надо но неплохо опять же иметь чтобы здесь было какое-то колечко снизу чтобы его там к ноге на веревочку пониже вот с 1 здесь не болтался но опять же это я не знаю то есть погляжу в как его в эксплуатации можно будет валяться зачем не буду тогда что-то делать или я попробую пару раз рубить ветки не понравится опять же и зачем что-то выдумывать вот ну короче говоря вот такая снимать это я уже дальше не буду буду я с ним что-то делать или нет потому что ну что получилось вы видите вот еще раз повыше покажу может было не в кадре вот спасибо за внимание